Вот все-таки где грань между травматическим разрушением глазного яблока, когда нужно делать первичную нуклеацию, и между тем состоянием, которое мы можем ушить? Ведь мы ушить можем многое, но глаз не будет косметически утилитарить пациенту, он не будет видеть риски симпатической офтальмии. Вопрос симпатической офтальмии и первичного удаления глаза, он опять до сих пор как бы дискутабельный, но были большие исследования насчет симпатической офтальмии когда-то. Я частично с ними знаком, значит и там была даже такая проверена несколько группа пациентов, у которых чуть ли не сразу удалили глаз, ну практически, на первом как травматическое повреждение. И у этих пациентов в единичных случаях все равно развивалась симпатическая офтальмия. Поэтому наше удаление глаза, экстренное, оно, к сожалению, может снизить снизить шанс на симпатическую офтальмию, но совсем она от этого не спасет. И кроме всего прочего удаление глаза прямо сейчас, сегодня пошли с доктором, да, то есть пациент еще в шоке находится посттравматической, а мы мужу глаз удалили, как вы понимаете. Это очень серьезная проблема. И она может закончиться печально для доктора, прежде всего, и мы все живем в одном мере, как бы понятно, что и судебные издержки, и все-все, это может именно так закончиться. Поэтому ни в коем случае, вот даже травматическое разрушение глаза, даже к этой мысли о том, что глаз не жизнеспособен, что он не видит свет, что он уже никогда, пациент должен дойти сам. Поэтому я вот не рекомендую. Это разрыв, насколько я понимаю, на две третих. Вот такие разрывы есть, такие разрывы случаются. На две третих окружности глазного яблока, тогда, в принципе, конечно, это бесперспективно, абсолютно. Единственное, всегда существует необходим вот этот юридический вопрос. Конечно, когда мы предполагаем такого рода разрушение, если пациент с сознанием или родственники, возможно, объяснить им, что, почему мы не идем на обработку глаза, что глаз погиб, и гораздо безопаснее просто сделать висцерацию. Безопаснее в плане отсроченных воспалительных процессов, админологических ответов на выпавшие оболочки, на защемленные оболочки в разрывах. Но если там как-то можно сшить, как это вот раньше, очень давно шили футбольные мячики из лоскутков кожи, то есть если что-то подобное получается, надо всегда пытаться это сделать. Иногда получается. У меня был такой опыт, когда там просто он был весь не похожий на глаз, но какие-то лоскуты, они были, и они составили в итоге какую-то хоть подобие сферы. Да, там были какие-то глубокие сотые потом, но все равно это был глаз. Но это зависит от того, что вот я пытаюсь как-то продвигать такую концепцию горячего глаза, глаз, который мстит по любому поводу. То есть малейшая травма, малейшая какой-то манипуляция, воздействие, вы получаете не просто там какую-то воспалительную реакцию, но запускается какие-то всякие процессы пролиферации по любому поводу. То есть на таких глазах там, что вы отслойку делаете, что вы там травму лечите, вы всегда получите какую-то проблему, с которой долго бороться и не факт, что вы ее победите. А есть глаза холодные, которые с ним что хочешь делай, он на следующий день как будто не тронутый. И это не от вашего искусства зависит, это не от каких-то волшебных расходных материалов. Это вот такая вот суд природы этого там глаза или организма. Он, как говорится, делай, что должен, пусть будет, что будет. То есть вы делаете по максимуму, но вы понимаете, что кем он окажется, холодным или горячим, вы не знаете. Вы это узнаете в ближайшее время, но потом. Я должен сказать, что мне очень импонирует точка зрения Розы Александровны Гундаровой, которая категорически настаивала на том, что первичную инкуляцию выполнять не следует. В Гвадалахаре был всемирный симпозиум по офтальмологическому. Там была школа по травме глаза. И такой известный травматолог Ференс Кюн меня пригласил и коллег из других стран. Мы проводили эту школу. И когда из зала был вопрос, скажите, пожалуйста, до каких пор вы ушиваете там, что там осталось? Мне очень понравился ответ Кюна, что если, говорит, там есть возможность что-то шить, я шью. Здесь важнейшим фактором является еще и психологическое состояние пациента. Когда он получил травму и очнулся, ему сказали, вам уже удалили глаз. Это очень большая травма. Но даже не это главное. Оказывается, что те глаза, которые мы считали разрушенные и необратимые, они дают порой функции. И даже вы не поверите, бывают такие случаи, что они, оказывается, являются лучшими глазами, лучше видящими после ситуации, когда другой глаз оказался вроде бы как менее поврежден. Поэтому мое мнение однозначное – бороться до конца. В моей практике чего только не было. И вроде мы видим, что уже делать нечего. Ну вот был случай, пациент в Петербурге на гидроцикле влетел в гранитную набережную. У него произошла, по сути дела, травматическая висцерация. Вот осталась просто склера, и все. Ни сетчатки, ни сосудистой оболочки. Больше ничего не было. И он попал в одну из больниц, и категорически он и родственники отказывались от энуклеации. Там действительно были обширные раны. Ну что, просто мы же умеем хорошо накладывать швы на склеру, роговицу. И вот шил, 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 шил. Собрал, и глаз, в общем-то, был вполне себе, так сказать, косметическим. Даже заполнил его силиконовым маслом. Когда через роговицу это была просто склера. В этой ситуации, может быть, можно было ввести и твердый имплант. То есть, по сути дела, выполнить такую же, как сказать, медицинскую эвисцерацию с протезом внутриглазным. Да, ну, вы знаете, пациенты были счастливы, довольны. И они до сих пор поздравляют с праздниками, и так далее, и так далее. Хотя, хотя, можно было, конечно, удалить эти кусочки склера, и все на этом. Вот, это тоже вот надо учитывать. Не зря сказал, что бывают и функции возвращаются. Вот, наши учителя, оказывается, я вспоминаю, учили тому, чего нет в учебниках. Например, что такое зрение ноль, а что такое зрение два ноля. Бывают такие травмы, когда у пациента нет зрения, и мы ставим действительно ноль. А вот второй ноль – это когда мы применяем все наши методы консервативного, хирургического, микрохирургического лечения. Когда мы используем все наши возможности, проходит время, ну, конечно, разумное, опять-таки, неделя-две там, вот, и зрение остается ноль. Вот это уже тогда два ноля, и это уже, если особенно там вид какой-то присоединяется, то тогда, конечно, такой глаз, так сказать, можно удалить, но, извините, уже уверившись в том, что мы не навредили. Чтобы закончить современной всемирной международной классификации, термин «разрушение глаза» отсутствовал. И в свое время, с 2000-х годов, еще Венин Васильевич Волков, он очень хорошо воспринял классификацию, которая стала делить травму на открытую и закрытую. Это очень правильный принцип. Это то, когда мы оцениваем конечный клинический результат, то, что мы видим с вами, и ставим диагноз. А не то, что случилось в анамнезе. Мы же по анамнезу не ставим диагноз, а получается, мы ставим диагноз по анамнезу. Ранение, контузия, кто там знает, что у него там было. Но мы видим конечный клинический результат. Это большой шаг вперед. Но там отсутствовало это определение разрушения глаза. И мы неоднократно выступали на конференциях в Шапроне в 2003 году. Этот доклад делал от группы авторов. На страницах печати, в Грифевском архиве экспериментальной клинической офтальмологии. В нашей статье по боевым повреждениям по витритинальной хирургии мы все время указывали, что в классификацию должна быть внести категория разрушения глаза. Ну вот сейчас в Боливии прошел конгресс всемирный по травме. Я думаю, что этот вопрос обязательно будет решен, потому что Ференскюн, он в одной из редакторских статей уже написал, что да, мы должны внести эту категорию, поскольку русские офтальмологи правы. Ну а вот мы говорим об инкуляции. Если мы ставим диагноз разрушения глаза, то это единственное показание к инкуляции. Единственное. В боевых конфликтах, вот сейчас вот даже посмотрели, порядка 18-20% инкуляции все-таки делается на первом этапе. Они, конечно, делаются, но это уже другой вопрос. Это обширное, тяжеленное, сочетанное повреждение всего организма. Там и голова, и грудь, и живот страдает, конечности. И просто нельзя, так сказать, выполнить вот тот комплекс мероприятий офтальмологам. Поэтому вынужденная, так сказать, мера. Но в целом, еще раз говорю, что бороться до конца и не сдаваться. И если говорить о проценте или о доле, то, поверьте, процентов 10 пациентов из тех, кому не выполнена первичная инкуляция, они будут иметь порой остаточные, а порой даже очень неплохие зрительные функции. Чтобы завершить мысль, одним из самых главных моментов постановки диагноза разрушения глаза – это является попытка собрать фиброзную капсулу глаза в кучу. Не сразу посмотрели на щелевой, там векоподъемник, а разрушение удаляем. Обязательно сшиваем, обязательно, как вы говорите, восстанавливаем турбер, обязательно смотрим. Нередко все получается, и вовсе никакое не разрушение там. Как нам дальше беседовать с пациентом? К чему его ориентировать? Ну, смотрите, я всегда говорю четко и точно, что мы с этого можем получить, и стоит ли сюда вкладываться. Потому что реально, ну, насчет государственной клиники говорить, что это все бесплатно, это не совсем так раз. А второй момент, как бы мы ни хотели, чтобы это было для пациентов бесплатно, это все равно огромные усилия. Операции, ожидание чуда и всего-всего-всего. И поэтому, когда вы к больной приходите, я ему говорю, вот если мы сейчас будем заниматься вот этим, вот этим, вот этим, вот этим, то в результате мы получим вот это, вот это, вот это. Скорее всего. Хотя мы очень будем рады ошибиться в лучшую сторону. Или же, но может быть, мы и в худшую сторону, мы только люди. Поэтому, когда приходит человек, и мы видим, что там нет сетчатки, да, по сути, мы говорим, но, вы знаете, тут потенциально можно только или нету светоощущения, зрительный нерв уже погиб. Как бы мы ни хотели, светоощущение, вещь коварная на самом деле, она по-разному бывает, но если уверенно, что нет светоощущения, уже прошло какое-то время, и светоощущение нет, что можно сделать? Ну, можно первое, что, и может быть, на первом месте это инуклеация и красивый протез. Иногда человек говорит, нет, вот я хочу сохранить глаз как орган. Тогда мы можем потенциально зайти, что-то почистить, поставить силикон. Но если мы поставим силикон, и глаз сохранится как орган, на этом пути нас ждут несколько-несколько следующих моментов, которые тоже не очень непростые. Но когда это имеет смысл делать, на мой взгляд, и положительные обстоятельства перевешивают все отрицательные моменты, которые мы потом встретим, это у детей. Потому что когда у ребенка все-таки свой глаз, какой даже чуть-чуть уменьшенный, чуть-чуть уменьшенный, все-таки у него, вот у нас, у меня таких больных есть, которые мы не смогли, детям очень сложно помогать, очень сложно после травм, это отдельная категория, которая сложнее всего-всего, что мы имеем. Но там сохраняется глаз как орган, и у них нормальный лицевой череп, они растут, развиваются нормально, да, он у них белый, кто-то носит какую-то накладку, кто-то там, ну, крайне редко бывает контактную линзу, потому что глаз перебелеет и роговица. Вот, поэтому, как бы, надо примерно вот эту картинку чего, или мы, в лучшем случае, мы получим движение руки, с этой стороны будет обзор. Пациент говорит, да, в общем, да, это мне нравится, давайте сделаем. Ну, тут надо добавить обязательно тот ложку дегтя, который иногда этот обзор будет мешать вам жить, потому что бинокулярного зрения достичь после такой травмы определенной, это вообще нереальная задача. Если мы достигаем бинокулярного зрения после травматического повреждения, допустим, серьезного, это просто сказка. Потому что тут силикон, к примеру, и мы уже не будем его убирать, изображение другого, они заниканье, да, то есть, как бы, получается, что изображение другого размера, да, оно вроде дает обзор, но оно мешает мне ориентироваться. И у меня были такие пациенты, которым, ой, как хорошо, вы меня, конечно, сделали, я теперь этим глазом вижу, даже руку, даже цвета. Все, ну, теперь жить-то я уж не могу. Раньше, когда я вот так закрываю, я себя чувствую человеком, а вот так все, сделайте назад. То есть, и это тоже момент немаловажный, который, и у меня была такая очень серьезная конфликтная ситуация, говорит, вот я ходил, не видел, а вы мне сделали. Поэтому и теперь я, да, вижу, но он мне не дает жить. Когда это единственный глаз, это понятно, мы бросаем все, что угодно, получить вот где-то кусочек, вот недавно я делал, ну, там, при другой ситуации, там, кусочек сетчатки разложили, о, рука, вот это, это воспринимается по-другому, когда это не единственный глаз, надо сильно думать. Кроме всего прочего, затраты, которые понесет пациент, которые понесете вы, и еще вы этого пациента практически на всю свою жизнь оставите за собой. И у меня такой шлейф этих пациентов, которые уже, как бы, я сделал все, что мог, сколько угодно операции. И они приходят, раз в год приходят, раз в два ты уже про них забыл, а вот посмотрите, как у меня, ну, ничего же не беспокоит. Ну, не беспокоит, ну, я к вам хочу прийти и показаться. И ты теряешь огромное количество времени. Иногда хочется, чтобы они не приходили, хирурги тоже люди, и не напоминали тебе о том, сколько ты времени там потратил в этом глазу, и что ты пытался, что ты там мастерил, делал, и у тебя ничего не получилось. И они говорят, здравствуйте, доктор. Если он говорит, что, знаете, меня все абсолютно косметически это устраивает, надо ему сказать тогда, ну, не проблема. Следите, чтобы глаз у вас не воспалялся, что если глаз краснеет, начинаются слезы течения, у вас возникают какие-то жалобы, лучше лишний раз прийти, сдать иммунологический анализ крови на сенсибилизацию к тканям глазного яблока, там, на к сетчатке, к овеоретинальной ткани, чтобы исключить возможность симпатизации, симпатического воспаления. Что один случай на, там, 10 тысяч, к сожалению, такие ситуации бывают. Ну, просто поставить его в известность, конечно. И иногда имеет смысл, если вы чувствуете какой-то подвох, если, может быть, человек какой-то, ну, мы все люди опытные, иногда некоторым пациентам, может быть, сложно все легко объяснить, поэтому, может быть, им иногда имеет смысл и взять расписку в амбулаторной карте, что вы объяснили пациенту о том, что, о рисках развития симпатизирующего воспаления. Ну, очень зависит от настроения человека. Вот он настроен даже вот на... У меня есть один из Якутии, приезжает такой пациент, у него глазик вот, 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 такусенький, вот, прям, такусенький. Ну, у него свой, он даже там даже где-то что-то какой-то там видит. Ему нравится, что он у него свой. Я говорю, ну, вот, протез бы был куда симпатичнее. Нет, в этот закоулок человеческой души вы не зайдете и никак не повлияете. Вот он настроен так. Если, конечно, вы видите, что, да, реальная есть угроза симпатическая, какая-то проблема, ну, там, второй глаз начинает как-то чуть-чуть там слезиться повышенное, еще что-то, перекраниальные какие-то, вот, это тоже вы его чуть-чуть через века потрогаете, он становится сразу как-то розовенький быстро. Быстро это такой микротест, но, да, я просто как-то объясняю, что это опасно, да, человек уходит с этим пожить какое-то время, потом возвращается. И вот так вот постепенно, если я убежден, что его лучше убрать, я буду его как-то двигать аккуратно. Здесь зависит от того, как выполнена хирургическая обработка и что вы сделали. Если вы по максимуму восстановили наружные оболочки, если вы убрали кровь, там, рубцы, патологические субстраты с глаза, вот, и если у вас, допустим, в таком глазу, как правило, находится силиконовое масло, если глаз имеет тургор вполне себе приличный, если вы все сделали это, то он не будет краснеть, он не будет болеть, у него не будет увита. Слушайте, что такое симпатическая офтальмия? Давайте мы ее по-другому немножко рассмотрим. Она возникает после открытой травмы глаза, после проникающего ранения. Слушайте, давайте посмотрим, сколько мы делаем катаракт, сколько мы делаем витриальных операций, сколько мы делаем, там, не знаю, проникающих операций. Да миллионы. Есть симпатическая офтальмия? Нету. Почему она должна возникать перед травмой? Да потому что симпатическая офтальмия возникает тогда, когда там есть предпосылки для травматического увита, когда там есть гипотония, понимаете, когда там есть рубцы, когда там есть тракции, тракции. Ведь на самом деле, что такое субатрофия глаза? Почему она возникает? Потому что внутриглазные ткани, прежде всего сетчатка, они отходят от своей сферической формы, и они превращаются, как мы говорим, в воронку. Но воронка – это, воронка – это, знаете, воронка и воронка. Мы знаем сетчатку тончайшую, 250 микрон, она такая нежная вся. Так вот, воронка при субатрофии – это, извините, плотность резиновой подметки воронка. Вот ткань сетчатки рубцуется. Формируется такой тяж, тяж формируется, который тянет, с одной стороны, за зрительный нерв, он тянет со страшной силой, так, что задний полюс вот так вот аж выгибается. А с другой стороны, за что он тянет? Он тянет за целиарное тело. И целиарное тело отслаивается. И, конечно, перестает вырабатывать там триглазную жидкость. И поэтому вот это вот натяжение. А тракции всегда являлись мощнейшим признаком воспаления и пролиферации. Где при диабете сосуды вырастают? Если вы видите, вот стекловидное тело, там, где как раз стекловидное тело прикреплено к сетчатке. И вот оно, стекловидное тело, тянет, тянет, и там вырастают сосуды, именно стекловидное тело, потому что тракция вызывает вот эти вот вещи. Так же и здесь. Мало того, что вот этот тяж спереди-назад тянет, он тянет за целиарное тело, лишает глаз жидкости, глаз становится мягким и уменьшается, и превращается в горошин. Конечно, тут будет воспаление. Конечно, сосудистая оболочка будет утолщена. До 3-4 миллиметров сосудистая утолщается при гипотонии. Почему нельзя оставлять гипотоничный глаз? Она как губка там надувается, компенсируя вот это вот пространство. Так вот, еще и Михаил Михайлович Шишкин предложил борьбу с субатрофией, делать круговую ретинотомию 360 градусов. И тогда целиарное тело порой вздыхает, как говорится, прилегает, начинает вырабатывать внутриглазную жидкость, и глаз тургор обретает, и живет себе спокойно. Это самый минимум. А если эту ситуацию усилить еще и силиконовой тампонадой, то получается совсем замечательно. Есть даже метод такой увеличения размера глаза за счет, так сказать, амбулаторного дополнения с силиконовой тампонадой. То есть оставляется порт, и каждый день доводим силиконовое масло, чтобы глазу дать хорошее давление. Но это уже, конечно, такая органосохраняющая операция. Вы в своей практике сколько раз сталкивались с симпатической офтальминей? Мне повезло, что у моих пациентов, которых я лечила и оперировала, не было ни разу. Я видела, наверное, штук 6-7 симпатических офтальминей. Один раз после проведенной витруциональной хирургии у коллеги, и вы его тоже знаете, конечно, я не скажу, кто это. У коллег, которые работали рядом, были случаи, но у меня бог милого. На самом деле симпатическая офтальмия серьезно встречалась это один раз. Второй раз что-то было типа симпатической офтальмии. Я позвонил, и тогда мне помог доктор Лепарская, кстати, в Генгольце. Она говорит, я возьму этого пациента, у меня там вот есть опыт, и у него как бы начинается, я попробую. И она ударными дозами давно потом мы встретились, она говорит, нет, все ушло. А один раз это было действительно настоящая симпатическая офтальмия. Пришел больной запущенный, молодой, и мы пошли на этот глаз, и меня поразила, насколько быстрая рубцовая реакция после того, как мы все поставили, буквально там через 2-3 недели у него все опять стянуло. Опять все поставили, и в общем, вроде глаз сохранили, и через какое-то время он приезжает, он был с Казахстана, приезжает, у него на втором глазу развивается симпатическая офтальмия. И попытались что-то сделать, да, мы что-то сделали, там уже увит тяжелый, и уже тоже отслойка на фоне симпатической офтальмии, все поставили в силикон, потом он уехал в Израиль, подобрали дозу, дозу именно цифалоспоринов, и на этой дозе как-то вот он более-менее что-то там, ну, дальше он уже ездил постоянно к доктору, который занимался этим увитом, подбирал ему дозу. Дозу гормонов и цифалоспоринов, они их какой-то держат. Ну вот лично у меня, то есть получается полтора случая. Сказать, что это часто, да, нечасто я это делал. А травмированных пациентов через меня прошло, ну, я думаю, что может больше тысячи, может несколько тысяч, ну, наверное, больше, может, две тысячи, три, примерно. То есть это нечастое дело, особенно в современной хирургии. Сказать, что это случилось после нашей операции, как бы, а до этого не было, когда травма тяжелая, ну, тоже, в общем, я такого так не считаю. Операция все-таки это благо. И, конечно, когда глаз успокоен, успокоен после операции, когда нету крови, то есть нет вот этого длительного воспаления, когда все течет, там швы вот эти наружу, все торчат, то есть глаз уходит на суботрафию, желтая кровь, там еще что-то такое. Вот это, на мой взгляд, это тоже фактор такой серьезный. А когда после операции все добились или органосохраны, или какое-то зрение, обычно ничего не происходит. Максимум могу насчитать три случая. И повторюсь, это были те случаи, когда оставляли глаз гипотоничный, уходящий на суботрафию, увиальный и так далее, и так далее. Ни разу там, где была выполнена вот такая органосохранная хирургия, о которой я вам уже сказал, то есть убирается тракции, убирается рубцы, раскладывается сетчатка, которая осталась, или даже вороночка вот эта укладывается на бок, вот, прямо на глазное дно, все это заполняется силиконом. И, конечно, сейчас профилактика симпатической офтальмии, кроме этих обязательных требований, это еще и, конечно, депонированные глюкокортикоиды. Это кинолог, мы их можем вводить и интервитериально, мы их можем вводить субтенонова, мы их можем повторять через 2-3 месяца, но это не то, что пациент все время получает кинолог. Это в ходе операции мы сделали и, может быть, 1-2 раза сделали в течение года, и потом глаз, как правило, успокаивается, ведет себя хорошо. Таким образом, на мой взгляд, риск симпатической офтальмии в настоящее время, в 21-м веке, в ходе понимания процессов травмы и борьбы с ними с помощью витриальной хирургии, он преувеличен. Не надо этого бояться, но надо делать все правильно, надо делать все правильно. У пациентов, которых я вел с самого начала, с момента получения его как первично травмированного, 2-3. Если все-таки травмированный глаз что-то немножко гипотетически видит, нам его нужно удалять, если начинается симпатическая офтальмия, либо пытаться лечить оба глаза? Ну, как бы, наверное, это уже не спасет ситуацию. Если она уже началась, то вы просто ее глушите. это удалять необязательно, если она уже началась. То есть вы просто ее сажаете на стероиды, лечите. Ну, я не очень верю в эти эснотигены и так далее. Мне кажется, это довольно неспецифическая реакция. То есть тем пациентам, которые у вас были, вы глаза не удаляли, которые травмированные? удалял раза два, давно очень, доисторического материализма. А потом перестали? То есть если сейчас у вас не дай бог такое случится, вы сейчас не будете удалять? Ну, она все равно уже идет, вы ее уже не уберете. Процесс запустился. Вот у всех случаев, которые были, кроме витроретинальной, там была такая ситуация. Обработка первичная хирургическая, во-первых, она проходила, может быть, не в первые часы, а несколько отсроченно, через сутки. Потом было обязательно защемление витроретинальной ткани. защемление были выпавшие оболочки. А пациенту, который был после витроретинальной хирургии, я даже докладывала этот случай на витроретинальном собрании несколько лет назад, у него за полгода до травмы была пневмония. А вообще в патогенезе симпатической офтальмии есть интересные работы. между прочим, в институте Гельмгольца тоже была работа по исследованию сенсибилизации вирусной инфекции, как фон, который приводит к повреждению антигенов на антиген несущих тканях. В результате вот этой сенсибилизации хронической, вирусной происходит возможно какое-то повреждение антигенов структуры. И вот какая-то травма вдруг вызывает аутоиммунный ответ. То есть какой-то этот фон, ведь сколько травм мы видим, а сколько травм мы еще увидим. И при этом симпатическая офтальмия это редкое заболевание. То есть есть какой-то неблагоприятный аутоиммунный фон, что эти пациенты вдруг на травму отреагируют аутоиммунным воспалением. Выработает антител к тканям здорового глаза. Такое неблагоприятное вирусное носительство вот у этих пациентов есть. И вот у этого пациента у него за полгода до этой травмы клюшкой у него был разрыв контузия с разрывом склеры у него вот была была пневмония. И вот я сочла, что наверное вот у него было какое-то хроническое вирусное носительство. Но вообще это большой вопрос. Это интересный вопрос, почему у кого-то симпатическая офтальмия запускается, а у кого-то нет. И я использую пульс-терапию сначала классическую, а потом мы сажаем пациента на метипред по нисходящей схеме длительно. И вот здесь очень важно его наблюдать и смотреть когда мы уже подходим к минимальной дозе поддерживающей дозе метипреда там 8 миллиграмм или 12 миллиграмм в день. То вот смотреть как, что происходит с оболочками, что происходит со стекловидным телом, если у нас остается ли у нас ремиссия. Потому что конечно задача заболевания то иммунная, поэтому какая-то постоянная будет поддерживающая доза метипреда. Там желательно 4 миллиграмма, не больше. И вот когда ты подходишь к этой минимальной дозе, то вот ты смотришь что с диском, нет ли дополнительной, нет ли высыпания клеток в стекловидное тело. Здесь вот важно вот этот баланс дозы и ремиссия заболевания. То есть вот следи за пациентом. То есть лечение вы начинаете всегда с каких-то стандартных будет всем абсолютно. То есть симпатическая офтальмея тоже может быть какая-то более выраженная, менее выраженная, только начинаться у кого-то запущенным. То есть как-то от этого будут зависеть дозы или кортикостероиды? Мы должны сначала мы должны четко сказать, что это симпатическая офтальмея. Если у нас есть диагноз, тогда мы начинаем с пульс терапии. Потому что вот небольшие дозировки там 30 миллиграмм, там преднизолона или меньше. То есть если это не пульс терапия, то по моему опыту у нас будет рецидив. А диагноз симпатической офтальмея ставится по морфологическому исследованию. То есть мы должны попросить морфологов найти нам гранулематозное воспаление. То есть мы подтверждаем, что это симпатическая офтальмея, наличие вот гигантоклеточных вот гранулем пирогов ланганца. И когда у нас есть четкий диагноз, что это симпатическая офтальмея, мы спокойно начинаем пульс и потом по нисходящей схеме. Где искать эти клетки? Да, морфология, если, например, глаз... А если уже глаз инуклирован год назад? Тогда, конечно, мы сможем смотрим клинику. очаги долены фукса. То есть вот желательно, ну, в зависимости, конечно, от стадии симпатической офтальмеи, когда, если это только свежий процесс, то они будут вот не с четкими границами, похожи на мягких судат, но все-таки это именно вот такие характерные очаги. хридей, ну, вот, по клинике, тогда придется по клинике. А если глаз травмированный, что-то да еще видит, какие-нибудь там одну сотую начинать симпатической офтальме, что же нам его инуклировать? Когда сенсибилизация началась, это уже не имеет значения, потому что выработка антител началась, поврежденный орган у нас все-таки еще присутствует, поэтому практика все-таки удалять. а вот как раз случай, когда была витр ретинальной хирургии сделана, там были тысячные, порядка пяти тысячных было, и глаз был очень красивый, но этот глаз мне нужно было удалить, чтобы представить его морфологом. я должна была быть уверена, что пульс терапия будет эффективна, потому что вообще вот эта гормонотерапия она же травматична, она травматична как развитие вторичного сахарного диабета, гипертонической болезни, мы даем пациентам большие дозы кортикостероидов, и фактически это могут быть молодые пациенты, мы их в общем инвалидизируем, но гормонотерапия и правильно, поэтому если мы ее начинаем, мы должны быть уверены. Я могу сказать, когда пациент поступил, мы удалили глаз, отдали ее морфологам, но где-то неделя им нужна, чтобы получить препараты, они окрашивают их, проводят, и до того, как я не получила ответ, я начала противовирусную терапию, мне хотелось поскорее начать какую-то терапию, мы начали ацикловир, через неделю я получила ответ морфологов, они мне сказали, что это симпатическая офтальмия, я отменила противовирусную терапию, мы начали уже пульс-терапию. ну тут надо решать, если видящий глаз чуть-чуть видит, опять-таки, там же есть пострадавший глаз от симпатической офтальмии, недавно бывшей здоровой, поэтому мне кажется, что если уже она началась, то это в пользу все-таки нуклеации, если она началась, первые признаки достоверные определили, лучше глаз этот удалить. Значит, он уже не был, как правило, не был правильно обработан, значит, там остался организующийся гемофтальм, отслойка сетчатки, отслойка целярного тела, гипотония и все прочее. Если вы это не победили раньше и не сделали это раньше, то сейчас уже на фоне симпатической офтальмии я бы уже с этим не боролся. Ну не сделали, не сделали, надо его удалять. И действительно уже там мегадозы гормонов уже все набросятся уже на здоровый глаз. Есть у меня еще пациентка, она вот звонила перед вашим приходом, но у нее это называется факонофилактическое воспаление. Это по типу симпатической офтальмии, когда антитела вырабатываются к хрусталику поврежденному. То есть это вот аутоиммунный ответ, но не к веретинальной ткани, а к хрусталику. Это очень редкая такая вот аутоиммунная тоже реакция, но вот этот диагноз мне помогла поставить Инна Петровна Хорошилова-Маслова. И когда эту женщину я впервые увидела, у нее были прецепитаты, офтальмогипертензия и диагноз симпатической офтальмии. И я тогда ее попросила предоставить инуклированный глаз и удалили глаз. Она привезла стекла из региона, где ей удалили этот глаз. Мне вот морфологи его еще раз посмотрели, эти стекла, и сказали, что это не совсем типичная вот симпатическая офтальмия. там идет лимфоцитарная инфильтрация вот в удаленном глазу вокруг вот именно хрусталика. И Инна Петровна мне сказала, если вы удалите прозрачный хрусталик вот в единственном этом глазу, прозрачный, то тогда у вас закончится все воспаление и никакой пульсотерапии не надо начинать. Поэтому подготовили вот пациентку, назначили ей не начинали пульсотерапию, назначили какую-то поддерживающую дозу, я сейчас даже сейчас скажу, не очень помню, и удалил ей хрусталик, и все прецепитаты, все закончилось. Хрусталик полностью вместе с капсулой либо классическую фокомолисификацию? Нет, 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 капсулу оставили, да, нет, полностью, да. Классическую фокомолисификацию, да? Фокомолисификацию. По поводу анализа вот этого случая, у нее была травма на производстве, у нее было выпадение оболочек, и она, мне вот это было, я это запомнила, она сказала, что глаз погиб у нее сразу во время травмы, и она сказала, что погибший глаз обрабатывать, у нее не было ПХУ. Да. ПХУ. 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 Продолжение следует...